Друзья, это видео не кликбейт и я действительно предложу вам эффективный способ по посадке камней нестандартной огранки, но в условиях работы с модельным воском. Для работы нам понадобится, естественно, само восковое изделие, затем камни, под которыми мы будем готовить гнезда, нагревательный припор, это может быть термошпатель, паяльник или даже выжигатель. Зависит от вида воска, с которым вы работаете, но об этом мы поговорим отдельно. Тесы, куда вы зажмете ваше восковое изделие, ну, при условии, если вы работаете с чем-то очень тонким, изысканным, вам придется где-то зафиксировать, для этого может подойти скульптурный пластилин. Затем зубочисточки или, ну, уже собственно опыта, скажу, что лучше подходят металлические стержни. И клей. Вот, пожалуй, и все. Хочу вам сказать, что на этот способ меня подтолкнули камни, подобранные клиентом для колец, которые имеют для него символические значения. Как он сам выразился, это кольца силы. Кольца эти вы видите уже отлиты, процесс по их созданию вы еще сможете лицезреть. Давайте посмотрим на камни, и мы видим, что большинство из них имеет стандартную круглую форму. За исключением двух камней. Это овальный изумруд и ромбовидный топаз. Но если с овальным изумрудиком все более или менее просто, то с топазом формы ромб мы уже начинаем чесать репу и думаем, а как бы нам все это подогнать? Неужели придется сидеть и подрезать каждую ступеньку, отвечающую форму его павильона отдельно? Вот тут-то я поймал себя на мысли, что раз уж мозг пластичный материал и легко плавится, то почему бы не получить оттиск от этого камня прямо на изделии? И раз уж кольца готовы, я специально подготовил отдельную болванку, на которой мы проведем этот эксперимент. Мы берем наше обручальное кольцо. Если оно простое по форме, чтобы не повредить его, мы прокладываем его кожей и зажимаем в тесах. Затем мы берем металлический стерженек с осточенной в плоскость вершинкой. Площадка его будет зависеть от размера камня. Дело в том, что нам нужно плотное прилегание камня к стерженьку. И в этом я хорошо убедился, когда готовил гнезда для колец силы. Дело в том, что сначала я прихватил камни по привычке просто ваксбайнами. То есть это воск, нанесенный на датчик. И естественно, в момент погружения камня в воск произошел теплообмен. То есть камень провел тепло и передал его на сам ваксбайн. И камень просто убежал. Поэтому я убедился, что его важно приклеивать на супер момент. Субтитры сделал DimaTorzok Конечно, ювелиры еще недостаточно опытные. Наблюдая, как мы погружаем в горячий расплавленный воск природные камни, могут перепугаться, а не случится ли что-то с ними. Но, друзья, 115 градусов – это средняя температура плавления модельного воска. Для большинства природных камней, как и для синтетических, в принципе, это как для слона дробины. То есть бояться за них совершенно не стоит. Вы видели, что в момент погружения камня в толще, воска, он куда-то должен выходить. И он спучивается над камнем. Что неплохо, потому что этот воск вы можете использовать как обжимной рантик для камушка. Ну и, конечно, здесь важно контролировать степень разогревания воска. Потому что в хорошо разогретый воск камень входит основательно. Достаточно для дальнейшей загребки. Ну и что касается нагревательного аппарата, вы видели, что я использовал не термошпатель, а выжигатель под деревом. Он выдает достаточную температуру для тугоплавкого модельного воска. А его температура в два раза превышает инжекционный воск, с которым тоже некоторые творцы любят работать как с модельным. Так вот, такой воск вы просто сплавите. Поэтому для разных видов воска используется разное термооборудование. Где-то 60 градусов, 70-80, может быть, должен выдавать термошпатель, если вы работаете с литьевым воском. И для модельного ваш прибор должен выдавать искомые 110-120 градусов. Конечно, скептики заявят, чувак, ты не учил усадку. После того, как ты это льешь изделие, ты уже не сможешь посылать туда камень, потому что оно сожмется. Друзья, усадка от прямого литья для большинства металлов составляет 0,5-1%. Но это настолько мало, что вы ее практически не заметите. Но если даже, предположим, изделие у вас крупное и усело сильно на 1%, ну, все-таки вы ювелиры и сможете где-то как-то слегка это гнездо доработать штихельными или борыми. Я сейчас не говорю о металлах платиновой группы, где усадка действительно ощутимая. Туда, конечно, камушек у вас не пойдет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Думаю, обязательно свое слово должны сказать 3D-шники, ударив себя кулакром в грудь и заявив, что «Да чего вы тут сидите вообще? Да я в 3D, да у меня программа, да там у меня все шаблоны камней есть, всех размеров и форм, да гнездо идеальное будет, куда деваться, да какой я крутой». Да в том-то все и дело, что в программе вы получите идеальное гнездо для камня, в то время как камни гранят вообще ни разу не идеально, они все кривые косые. Идеальное гнездо, в которое вы загоните, не идеальный камень, оно может вам сыграть не то, что на руку, а даже против вас. А я знаю, как со свистом пролетают камни безопречные на первый взгляд гнезда. Намного лучше, если камушек у вас не подойдет. И уже имея квалификацию ювелира, она должна быть, вы бы подточили, подпилили, подрезали гнездо, соответствующее неправильной форме камня. Повторюсь, гранят камни неправильно ни разу. Но что касается способа, предложенного в этом видео, естественно, я не считаю, что у меня есть что-то уникальное. Я думаю, что более того, ювелиры опытные могли прийти к нему и интуитивно, и прекрасно применять его в своей деятельности. Другое дело, что не все ювелиры готовы делиться своими находками. Но раз уж я взял на себя роль вашего наставника и делюсь своим опытом со зрителями, то предлагаю вам не использовать его в своей деятельности. Я думаю, что он может быть в определенных случаях очень эффективен. А что касается колец силы, раз уж о них заходила речь в этом видео, то всем предлагаю перейти по ссылочке в описании к этому видео на ресурсы сторонние, такие как Дзен и Рутюб. На них опубликована расширенная версия этого видео, где я подробно рассказываю о так называемых кольцах силы. Буду рад вашему интересу и поддержке. Увидимся в следующем видео. Счастливо. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!